всем привет тут я доскоследовал значит сборочку mx 17 дистрибутив вернее значит ну был тут такой нюанс что когда вы делаете запись сейчас покажу вот снимок системы и в предыдущем ролике я говорил что вот если вот так вы сделаете туда вас там все запишется будет значок установки но придется там все саму перенастраивать а вот в этом варианте значит значок не появлялся но в конце концов значит вот в этом варианте значит мне удалось очень смешным способом добиться успеха показываю вот посмотрите вот значок и значит практически можете брать и устанавливать систему куда угодно очень хитро там они все это дело запрятали но делай вот чем вот посмотрите значит если вы хотите чтобы ваша сборка настроенная вами и чтобы она как говорится вот в таком виде и было и чтобы люди только нажали на значок установки и все было нормально туда вы делаете вот так вот скачиваете вот этот мой изообраз значок уже установки на панельку планк установлен ну вам придется сделать несколько скажем таких вот вещей посмотрите во первых когда вы делаете сборку в интернете никаких паролей не заводить не запускать не skype ни одно там из приложений вы их установили но пароли свои не заводить это первое затем проверьте вот ну это у меня сейчас здесь видеоролик а так то его не будет дальше проверьте каждую папочку чтобы никакой вашей личной информации не было вот чтобы не было ее и все и тогда значит можете смело значит поступать вот таким вот образом сейчас я покажу вот делать снимок системы и вопреки тому что значит там говорят что это поля значит вот у вас ничего ваших личных папочках и данных нет то есть вы это дело делали свою сборку там для друзей знакомых но никаких своих личных данных не храните но тем не менее вот этот значочек вот установщик он он у вас будет сохраняться он находится на панельке планк у кого она скрытая ну вон наверху всегда есть нажмите кнопочку откройте вот увидите значок установщик нажмете на установщик как говорится и будет вам счастье вот практически все теперь значит следующий момент я сделал очень скажем так любопытную вот эту вот сборку для людей которые хотят посмотреть как и какой рабочий стол у них будет работать лучше всего вот смотрите я иду нажимаю сюда нажимаю на выход сейчас мы находились на рабочем столе x-space вот я нажимаю на выйти ну мне он нова сделаем вот так значит вот смотрите я покажу на виртуальной коробочке вот вы нажимаете на выйти вышли и вот здесь вот идете сюда нажимаете первое ну я поставил свой любимый рабочий стол но у каждого свои пристрастия вот посмотрите ценам он нажимаю пароль здесь он две единички и нажимаю войти ну ждем немножко сейчас он тут глубоко подумает вот он зашел цинамон традиционное меню цинамона значит ну нормально здесь короче все сейчас я вот уберу вот смотрите пожалуйста значит тот те кому нравится рабочий стол цинамон всегда могут этим делом пользоваться не расписывая тут но тут все стандартная дальше нажимаете завершить сеанс ну давайте другой рабочий стол выберем гном опять-таки набираем две единички зайдем рабочий стол гном значит x-face ценамон вот гном будет это уже третий рабочий стол то есть я хочу дать вам выбор что вы посмотрели какой рабочий стол на вашем железе лучше всего работает вот пожалуйста гном традиционная значит менюшка гном а вот она красивые сочные там яркие значки там ну нормально все идем дальше выход вот завершить сеанс завершаем сеанс то есть у вас в наличии вот мы уже три рабочих слова посмотрели вот пожалуйста кеды вам покажу здесь они называются плазма вот только я эти рабочие столы для вас поставил нож если вы любитель этого рабочего стола то для себя его уже и под настраивать и войти вот я просто вам поставил чтобы вы посмотрели на там как что там движется колышется где быстрее всего работает что вам больше всего нравится вам в принципе самим дальше решать какой же на вашем железе на вашем компьютере рабочий стол будет работать лучше пожалуйста значит вот есть у вас кеды можете тут это самое посмотреть по-моему они мне еще даже до конца и не загрузились ну говорится ладно бог с ним бывает вот загрузились наконец долго от них там требовалось чего ну что там ага ну вот начинает верхняя панелька вроде бы как проявляться все-таки кеды занимает очень много у них на всяких там программ и так далее вот если здесь нажать да что мне тут с этим соединением долбает вот традиционный меню кедов сидите с ним разбирайтесь как кому там чё нравится надо подключиться к сети вот на значок нажали но тут пишет поскольку я на виртуальной коробочке вот но тем не менее все подключено пошли дальше вот дошел я вот сюда нажал на выход завершить завершить сеанс значит посмотрели x-face цинамон гном кеды ну давайте посмотрим что там у нас еще есть вроде бы завершить сеанс нажал но вот долго думает он там он ну пусть думаю но все но в конце концов додумался решил там перезагрузиться вот значит мы посмотрели цинамон посмотрели стандартный значит x-face посмотрели гном посмотрели плазму ну давайте последний рабочий стол посмотрим мэйт вот то есть все самые такие вот основные рабочие столы я вам здесь установил затем когда какой-то вам конкретный рабочий стол поста понравится поставите из этой папочки моей сборку где установлен x-face и к ней добавите свой любимый рабочий стол и будет у вас всего лишь два рабочих стола вот и все значит ну здесь традиционная значит мэйтовская менюшка значит ну все нормально единственное чем мэйт хорош и за что его любят за графические эффекты к нему прикручен компис и там можно выделываться там и кубы рабочего стола там делать там и и чертов ступи ну это для тех кто любит скажем так повыпендриваться вот а для тех кто значит уважает скажем так быстродействие системы но в принципе самым оптимальным здесь как раз и оказалось что x-face это самая-самая нормальная такая среда вот ну несмотря на это я значит все таки взял и установил еще и свою любимую среду ценамончик ну что ну ну нравится он мне но вы видите как переключаться между сеансами вот нажали двое единички и вперед ну пока там суть до дела я сейчас посмотрю какой же у меня размер заняла вся эта значит штука где столько рабочих столов ну давайте посмотрим и надо же столько рабочих столов и всего это дело заняло лишь две целых четыре десятых гигабайта а столов то тут немерено поэтому значит я вам рекомендую скачайте в целях ознакомления штука хорошая позволит вам примериться к рабочим столам посмотреть какие больше всего подходят к вашему там железу к вашему вкусу и так далее и дальше значит ну кажется флаг вам руки и вперед ну сами разработчики уж прислушайтесь к их мнению если посчитали они что самая такая удачная среда для mx17 это x-face ну так думать что они зря что ли это сделали тут я поднастраивал вот сделал еще дополнительную такую вот в x-face панельку именно для скажем так служебных работ тут и настройщики загрузок иконки менеджер там и установка значит программ такое а вот я взял сюда еще и прикрутил вот такую вот штуковину что в их официальную сборочку то и не входило а штучка то получилась очень хорошая и красивая и работающая единственное вот запомните вот что-то надо найти вот набираете здесь и ищите вот допустим я хочу посмотреть ttf это микрософтские шрифты а их здесь нет ну и нет и бог с ним а вот допустим опять таки тот же самый скайп давайте посмотрим а тоже она его а нет он есть пишет что установлено ну и тимур выдаст что установлено но он пока еще не работает толком ну по крайней мере ваши возможности теперь значительно более расширены за счет того что у вас есть вот и синаптик менеджер пакетов установки и значит есть нормальный центр приложений с красивым графическим как говорится видом и так это называет GUI graphical user интерфейс с хорошим графическим установщиком вот и все значит запомните что вот установщик значит уже настроенные ваши сборки вот он но перед тем как свою сборку делать вы поубирайте там все свои там пароли и так далее а лучше делать свою сборку на отдельном разделе жесткого диска ставить все но не заходить никуда и никуда не заводить свои пароли все все сделали все папочки проверили из них все вычистили у вас получилась вот такая вот нормальная сборка для настройки ну и вперед и с песней как говорится вот идете сюда отмечаете каждый пункт вот каждый пунктик отмечаете вот здесь нажимаете систем скан сканирование по этим пунктам чтобы она провела вот select all clean попросит пароль заведете пароль тоже проблем нет ну ну нажимаете аутентифицировать ну господи ну придумали бы просто-напросто окей да и все велик могучим русский язык ну вот ну ладно желаю вам всего самого доброго короче скажу так что у минта появился достойный скажем конкурент ставится практически все программы вот ну ладно всего доброго и до новых встреч до новых встреч